Что представляет собой российский парламент сегодня? Какие законы принимают и чьи интересы защищают депутаты? Об этом в программе стоит задуматься. В студии Регина Лисаченко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Бюджет под СВО. Что в приоритете и на чем правительство решило сэкономить в 2024 году? Опасно восхищаться декабристами. Государственная дума голосами Единой России одобрила наказание за оправдание экстремизма. Запретили совместительство. Главы муниципалитетов не смогут подрабатывать на стороне. Закон принят в первом чтении. Правительство в пятницу 29 сентября внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на следующие три года. Главный финансовый документ сверстан, исходя из прогноза ежегодного роста экономики свыше 2%. Что касается доходов и расходов, то в следующем году ожидается их рекордный рост. План такой. Доходы казны 35 трлн рублей, расходы 36,5 трлн. В то же время впервые за 30 лет на оборону решено потратить треть казны. Документ в первом чтении дума намерена рассмотреть на пленарном заседании 26 октября. Вместо двух огромных неподъемных сумок с бумагами, которые в думу заносили в фельд егеря, нынешний проект бюджета на охотный ряд поступил в электронном виде на 14 дисках. Теперь в соответствии с законом комитету по бюджету предстоит проверить, все ли 14 дисков сюда поступили, а главное те материалы, которые на них находятся, соответствуют они закону, бюджетному кодексу или не соответствуют. Теперь по цифрам. Минфин на этот раз удивил. Проект федерального бюджета на 2024 год содержит впечатляющий рост расходов. К цифрам текущего года плюс 5 трлн. Причем значительная их часть по расчетам ведомства будет покрыта доходами. Другое глобальное отличие представленного документа от всего, что было ранее. На оборону решено потратить треть госказны. Это большое, не маленькое напряжение для бюджета, но оно, безусловно, наш приоритет. Впрочем, в устойчивости бюджета ни Минфин, ни Минэкономразвитие не сомневаются. По крайней мере, на площадке Московского финансового форума главы этих ведомств всячески транслировали оптимизм. Бюджет крепкий и в плане нефтегазовых доходов, и тех предпосылок, которые мы заложили, и с точки зрения цены на нефть, и с точки зрения добычи, и с точки зрения параметров по газу. Мы уверены в тех оценках на 2024 год по росту экономики. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях. Возможно, поэтому бюджет в Думу вносили перед выходными, когда депутаты уже разъехались в регионы. В качестве сюрпризов нас ожидают рост акцизов на вино, сигареты и автомобили, отмена льготного НДС на фастфуд и индексация тарифов ЖКХ с июля 2024 года на 9,8%. Для промышленности ставки вырастут уже в январе. Вообще, хочу сказать, что сколько бы денег не было, деньгам нужна всегда голова и руки. Если будут хорошие голова и руки, денег можно меньше тратить. С 2024 года запускается вновь бюджетное правило. Границу отсечения решено установить на уровне 60 долларов за баррель нефти. За три года планируется поднакопить жирок в 3 триллиона рублей. Похоже, в Минфине уже забыли, что в 2022 году только на переоценке активов ПНБ потеряли 4 триллиона. Президент Путин очень честно сказал, что капиталист зашел в тупик. Но мы в этом тупике уже сколько лет болтаемся. Мне понравилась фраза на Дальневосточном форуме. Вот он повернулся, сидит вся наша гвардия олигархическая и говорит, нельзя наступать снова на одни и те же корабли. Я хочу добавить, что они с этих кораблей еще и не слазили. Впрочем, под всю экономическую конструкцию сегодня заложена валютная бомба. До сих пор нет определенности по инфляции, которая растет вслед за ценами на топливо. К тому же правительство и ЦБ не могут прийти к консенсусу по укреплению рубля. Хотя от самочувствия последнего зависят доходы бюджета. Мы видим, что происходит с плавающим курсом рубля, когда в принципе под разговор о необходимости перехода на расчет национальных валютах, фактически рубль сделали мусорной валютой. Почему? Его девальвировали на 80%. Против рубля играют и финансовые спекулянты. Сегодня из страны вывоз национальных денег свободный. Поэтому дельцы занимают рубли, которые потом вовлекаются в валютные игры за границей. Уже сформировался целый рынок офшорных рублей. Об этом в Думе заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Мы должны понимать, что у нас значительная часть денежной массы, например, ушла в обслуживание нашего внешнеторгового оборота. Трейдеры берут рубли, продают там, там же часть рублей меняется, потом приводится сюда и так далее. Ведомстве ратуют о введении контроля за оборотом российского рубля. Но ожидаемо ЦБ и Минфин против. Но этого ему сделать не дадут. Потому что у нас слишком много желающих вывозить, вывозить, вывозить и национальную валюту, и иностранную валюту за рубеж. Ему просто не позволят это сделать. Хотя идея и правильная. В то же время в решении ЦБ поднять ключевую ставку до 13% скажется отрицательно на инвестиционной активности. По прогнозам Минэкономразвития она упадет с 6% в этом году до 3% в следующем. Чрезмерно жесткая денежно-кредитная политика будет мешать привлечению инвестиций. Ну и соответственно будет не способствовать созданию той экономики предложения, о которой мы говорим, и насыщению внутреннего рынка продукции. Между тем траты по статье «Национальная экономика» будут самыми низкими с 2007 года. Успешный разворот нефтяной трубы с запада на восток не может гарантировать построение суверенной экономики. Да, у вас может быть неплохая расходная часть, но вы по-прежнему, если вы тратите ни на передовые технологии, ни на науку и образование, вы не решите ни одной проблемы. Есть железные законы логики и развития, которые нельзя нарушать. В КПРФ разработали альтернативный бюджет развития, отвечающий главным задачам, которые стоят на повестке дня. Помимо внешнего контура, нужно обеспечить промышленную и продовольственную безопасность страны, поддержать регионы. Последние, как в Тарисине, увязают в долгах. Особое внимание государства требует образования и здравоохранения. Стране нужна и справедливая налоговая политика. Богатые должны платить больше. Как уверяют власти, абсолютным приоритетом бюджета на новую трехлетку остаются задачи, связанные с исполнением социальных обязательств перед гражданами и адресной поддержкой самых нуждающихся. При этом доля расходов по направлению социальная политика в общей структуре бюджетных трат будет минимальной с 2011 года. На финансирование социальных обязательств в будущем году правительство резервирует порядка 8 триллионов рублей. Продолжатся выплаты единого пособия для семей с детьми и материнского капитала. Параллельно с проектом бюджета в Думу внесен и правительственный законопроект об индексации МРОД. У нас прожиточный минимум 16 242 рубля. Ну, попробуйте прожить на них. Да, президент принял решение на 18% поднять. Это 3 тысячи примерно. Значит, будет 19 200. Но это тоже крайне мало. С нового года пенсионное содержание вырастет на 7,5%. Повышение затронет примерно 32 миллиона российских граждан старшего возраста, за исключением работающих пенсионеров. В пользу такого решения одними из первых выступили думские медведи. Я тоже пенсионер работающий, как и те, кто эту тему поднимает. Нам что, надо поднимать пенсию? Мне нужно поднимать пенсию? Стыдно даже говорить на эту тему. Между тем, большинство продуктов, от куриного мяса до овощей, которые за лето подорожали на 30 и более процентов, относятся к социально значимым товарам. Мы получили урожай 158 миллионов, больше, чем по тонне на человека. Никакой проблемы не составляло, чтобы наше правительство закупило у крестьянина по твердой, хорошей цене, условно, 15 тысяч рублей за тонну, и по своим сетям продла. И тогда бы все сети остальные снизили вам цену, а из хлеба можно получить 250 видов продовольствия. Я не понимаю, почему это не закладывается в бюджет. 12 миллиардов сэкономят на сокращении количества ежемесячных выплат на третьего и последующих детей. Это означает, что многодетных семей в России не прибавится. Мы единственная в мире страна, которая продолжает терять население. Чтобы не терять население, надо, прежде всего, хорошо учить, лечить и кормить. Чтобы хорошо кормить, надо, чтобы вы получали приличную пенсию, зарплату и стипеню. В ходе обсуждения проекта бюджета обязательно возникнут вопросы и к программе развития образования. Да, по сравнению с 2023 годом на эту статью добавят 20 миллиардов. Но эта сумма даже не покрывает инфляцию. Еще больше вопросов к финансовому наполнению национального проекта здравоохранения. Правительство решило сэкономить на борьбе с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, детском здравоохранении и модернизации поликлиник. По сравнению с 2023 годом, каждая из этих статей урезается примерно на 15%. Никакая великая страна не может называться великой, если она не тратит примерно 25% бюджета на науку, на образование, на здравоохранение и культуру. В четверг, 28 сентября, Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении ответственности за публичное оправдание или пропаганду экстремизма. Предложенные поправки резко раскритиковали в КПРФ. Коммунисты опасаются, что как только инициатива станет законом, гражданам за исполнение интернационала, а также за одобрительные высказывания об Октябрьской революции 1917 года, может грозить уголовный срок до 5 лет. Госдума приняла уже ряд законов о противодействии экстремизму, в том числе и расширила количество деяний, которые относятся к преступной деятельности. Но депутаты вдруг в российском законодательстве обнаружили пробел. В связи с этим мы предлагаем дополнить диспозицию этой статьи объективной стороны этого преступления такими действиями, как публичное оправдание экстремизма и пропаганда экстремизма. В базовом законе понятие экстремизма включает целых 13 определений. Поэтому депутаты от оппозиции никак не могли понять, за что будут сажать, а за что нет. И сколько миллионов россиян могут потенциально стать фигурантами уголовных дел. В России принято крайне расширительное понятие экстремистской деятельности. В частности, первым пунктом значится насильственное изменение конституционного строя. В таком случае, все, кто положительно выскажутся, например, о декабристах, рискуют попасть под закон. Все, кто положительно выскажутся о деятелях февральской эволюции, включая кого-нибудь Гучкова, Милюкова и так далее, рискуют попасть под закон. Про Большуюков я уж не говорю. Мой вопрос предельно простой. Скажите, сколько миллионов человек рискует сесть по этому закону? В ответ господин Валеев заявил, что его инициатива прежде всего отличается конкретностью. Но если возникли проблемы с определениями, то поправки надо вносить в базовый закон о противодействии экстремизму. Мы же здесь речь ведем об установлении ответственности за оправдание. И пропаганду экстремизма. В свою очередь коммунист Николай Коломейцев поинтересовался, будут ли переименовываться станции метро в Москве после принятия закона. И как быть Шанхайской конвенцией? Ну, скажем, метро 1905 года, баррикадная, там улица Декабристов и так далее. Вы вот ответьте, пожалуйста, мы экстремисты с точки зрения Шанхайской конвенции, которую мы ратифицируем, рассматриваем. Или вы все-таки уточните понятие, кто и когда и почему может подпасть под действие вашего закона. Грозит ли Москве волна переименований, коммунисты так и не узнали. Да и ответ на вторую часть вопроса вряд ли внес ясность. Под действие закона будут попадать лица, которые будут публично заявлять о признании идеологии и практике экстремизма правильными. Содержательные ответы Эрнеста Абдулыча лишний раз нас убедили в правоте наших экспертов, которые сказали, что расширительное толкование статьи 280-й, дополненное составом преступления, публичное оправдание экстремизма или пропаганды экстремизма, оно в принципе носит политический характер. Если мы исполняем интернационал на своем публичном мероприятии, значит мы уже подпадаем под расширительное толкование вашей статьи. С нашей точки зрения это носит такой точечный характер, как расколоть общество по политическим мотивам. Нельзя этого делать. Законопроект поддержали депутаты от «Единой России» и ЛДПР. Против были коммунисты и эсеры. Новые люди решили постоять в сторонке. Главы муниципалитетов больше не смогут подрабатывать директорами местных мупов. Дума единогласно одобрила инициативу Минюста, направленную на совершенствование антикоррупционного законодательства. Сегодня по российскому законодательству глава муниципалитетов, работающим на непостоянной основе, разрешается возглавлять местные мупы. Теперь в таком совмещении Минюст углядел высокие коррупционные риски. Законопроект напрямую затронет интересы 189 человек. Законопроект разработан во исполнении национального плана противодействия коррупции. Им предлагается дополнить федеральный закон о противодействии коррупции нормой, устанавливающей запрет на совмещение должности главы муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, с другими должностями в органе местного самоправления этого муниципального образования, а также с должностью руководителя муниципального учреждения. Зато в логике Минюста коррупционные риски отсутствуют, если местный совет будет возглавлять владелец некого частного предприятия. Для понимания, если глава муниципального образования, который работает на непостоянной основе, является директором условной муниципальной котельной, то это вроде как коррупция. А если он является собственником этой муниципальной котельной? Если он является собственником, и у него соответствующими обязательствами не предусмотрено непосредственное участие в хозяйственной деятельности этого субъекта предпринимательства, то тогда, конечно, никого нарушения нет. Новация Минюста не затронет и директоров школ, которые в свободное от учебного процесса время умудряются заниматься нуждами своих сельчан. Мы не можем ставить этих людей, опытных хозяйственников, ответственных, которые выполняют свои должности на непостоянной основе перед выбором, могут ли они заниматься дальше этой деятельностью или не могут. Согласно данным, представленным в Минюст, из 19 тысяч глав муниципальных образований более трех тысяч человек работают не на постоянной основе. Впрочем, господин Логинов не исключил, что в законе о местном самоуправлении, который готовится в Доме ко второму чтению, может появиться поправка о полном запрете совместительства. На сегодня все. Это была программа «Стоит задуматься». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин